Вести Карачаева, Черкесия 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 Вести Карачаевского Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаевского 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 Вести Карачаева, Черкесия Автор «С Celsius» В Покуре, Черкесию Вести Карачаевского Вести Карачаевсordum Вести Карачаевского Вести Карачаевского Ремонт позволит защитить порядка 500 человек, их домовладений и приусадебных участков от подтоплений. Общая площадь территории затопления составляет более 50 гектаров. В зоне возможного подтопления также расположены объекты инфраструктуры населенного пункта. В общей сложности проведение работ позволит предотвратить ущерб от негативного воздействия вод в размере более 1 миллиарда рублей. Кроме того, продолжаются работы по капитальному ремонту двух дамб на реке Ишкакон в селе Джага. В июле текущего года досрочно завершены работы по капитальному ремонту двух дамб на реке Тиберда в Карачаевске. Напомним, ранее досрочно были завершены работы по строительству берегоукрепительных сооружений вдоль реки Уруп в Преградной и реконструкция дамбы реки Тиберда в Карачаевске. Всего с 2012 года в республике построено и отремонтировано порядка четырех десятков дамб. В Карачаево-Черкесии с 1 июня текущего года установлен прожиточный минимум пенсионера в размере 10 893 рублей. Если общий доход неработающих пенсионеров, то есть пенсия плюс меры социальной поддержки от органов социальной защиты населения окажется ниже этой суммы, будет назначена федеральная социальная доплата. В настоящее время ее получают порядка 17 тысяч неработающих пенсионеров республики. По словам заместителя управляющего региональным отделением пенсионного фонда Ирины Тамбиевой, право на получение доплаты имеют неработающие пенсионеры, общая сумма материального обеспечения которых меньше величины регионального прожиточного минимума пенсионера. Прибавка у каждого пенсионера своя в зависимости от размера получаемой пенсии и единовременной денежной выплаты. Усть-Джигутинским следственным отделом следственного управления по Карачаево-Чикесии завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя микрорайона Московского, который обвиняется в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетнего. Подробности у старшего помощника, руководителя по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Следственного управления Следственного комитета России по Карачаево-Чикесии Евгении Перфильевой. Следственным установлено, что 27 марта 2022 года обвиняемый, находясь в одном из многоквартирных домов в микрорайоне Московский города Усть-Джигута, в состоянии сильного алкогольного опьянения, совершил развратные действия в отношении несовершеннолетнего местного жителя, тем самым оказал отрицательное, развращающее влияние на его развитие и воспитание, пытаясь формировать у него правила непристойного безнравственного поведения в половых отношениях. В ходе следствия обвиняемый признал свою вину, раскаялся и рассказал все обстоятельства совершенного им преступления. В соответствии с заключением экспертизы, мужчина признан вменяемым. В целях установления истины по уголовному делу следователям допрошенных свидетелей проведены судебно-медицинские, комплексные психолого-психиатрические и другие экспертизы, изобличающие мужчину в совершении указанного преступления. В настоящее время собрана исчерпывающая доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В целях реализации информационных технологий в образовательном процессе В этом году 18 школ Карачао-Чикесия оснащены современным цифровым оборудованием, 17 из них находятся в сельской местности. Реализуется проект в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта образования. Всего с 2019 по 2022 годы современным цифровым оборудованием оснащены 153 образовательных организаций республики. До 2024 года еще 33 образовательные организации будут охвачены данным проектом, что позволит обеспечить современной цифровой техникой все региональные школы. Порядка 50 человек примут участие в создании нового туристического маршрута в рамках первого передвижного форума «Кавказ.Дом», который пройдет на территории Карачао-Чикесии с 28 октября по 1 ноября при поддержке Министерства туризма и курортов в республике. Спикерами площадки выступят проректор по молодежной политике Карачао-Чикесского Госуниверситета Расул Динаев и руководитель туристического центра «Айланда Тур» Ибрагим Узденов. Подробности у Расула Динаева. Форум называется «Кавказ.Дом». Пройдет он как начало зарождения нового туристического маршрута у нас в республике, так называемого храмового маршрута, который мы сейчас разрабатываем. Он стартует от Шуанинского храма и идет до Синтинского храма. Протяженность более 20 километров у маршрута. И разные варианты будут там пеший, автомобильный и конный. Сейчас мы разрабатываем пеший маршрут. И в нем задействованы в этом проекте 40 участников. Это получается 4 команды по 10 человек, между которыми будут и различные спортивные состязания. И в том числе они будут помогать в благоустройстве этого маршрута. Планируются ночевки на плато Дардон и Буруш-Сарты. В палаточном лагере будет небольшая образовательная программа. В целом будет посвящена теме туризма в нашем регионе. Российский экономический университет имени Плеханова приглашает школьников Карачаево-Чехеси принять участие в Плехановской олимпиаде школьников в 2022-2023 учебном году. Учащиеся 8-11 классов смогут проверить свои знания в сфере финансов через призму истории, общества знания, экономической географии, экономики, математики и литературы. Отборочный этап олимпиады пройдет дистанционно с 21 ноября этого года по 24 января следующего года. Регистрация уже открыта. Информация об условиях и сроках проведения олимпиады представлена на сайте университета имени Плеханова. Как мы уже сообщали, на курорте Архиз проходит межоригинальный форум «Межкультурный диалог». Его участников, активную и творческую молодежь из Карачаево-Чехеси, Кабардино-Балкарии и Адыгеи, поприветствовал министр по делам национальности, массовым коммуникациям и печати республики Альберт Кумуков. Он отметил важность мероприятия и пожелал ребятам успешно защитить свои проекты. В рамках форума уже прошло пленарное заседание «Диалог культур и развитие сотрудничества», участниками которого стали представители правительства Карачаево-Чехеси, Кабардино-Балкарии, духовенства и молодежь. Кроме того, в программе форума «Круглый стол. Профилактика экстремизма в молодежной среде», основными темами которого станут особенности саморегуляции экстремистских установок в молодежной среде и роль вуза в обеспечении межкультурного диалога. Завершится межкультурный диалог 28 ноября защитой проектов участников и награждением победителей. Учитель музыки Псоучитахской школы Дана Хомукова представила регион на масштабном концерте приуроченном к Международному дню учителя в Государственном Кремлевском дворце. Мероприятие стало ключевым в рамках Большой учительской недели. В ходе концерта состоялась и церемония награждения лауреатов конкурсов профессионального мастерства для педагогов. Дана исполнила песню вместе с Родионом Газмановым. Зрители также увидели выступление победительницы Всероссийского конкурса «Большая перемена» Елизаветы Долженковой и лауреата премии президента России, финалиста шоу «Голос» Олега Акуратова. В рамках седьмого межрегионального фестиваля адыга-абхазских театров «Наш Кавказский меловой круг», стартовавшего в Майкопе, Черкесский драматический театр имени Мухарбека Акова представит спектакль «Маменькин сынок» драматурга из Карачаево-Чекеси Зураба Бикмурзова в постановке режиссера из Кабардино-Балкарии Анзора Имкужева. Рассказывает автор спектакля Зураб Бимурзов. «Такие большие фестивали – это не просто очередной повод выйти на сцену и показать себя, но и возможность поделиться опытом как драматургам, режиссёрам, так и актёрам. То, что спектакль вышел на межрегиональный уровень – это большая заслуга режиссёра и самого театра актёров, нежели моя. Я желаю успешного показа и немного жалею, конечно, что сам не смогу там присутствовать, но это не самое главное». Ну и последняя информация. Студенты республики приняли участие в спортивном турнире, посвящённом столетию Карачаева-Чекеси. Более пяти десятков юношей и девушек попробовали свои силы в командном трейл-раннинге. Это бег по природному рельефу. Первыми до вершины дошли студент Международного открытого колледжа современного управления имени Абрекова Расул Узденов и Альбина Татаркулова из гимназии номер 4. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии облачно и с прояснением погоды. Местами дождь. Днём в отдельных районах сильный дождь. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В горах местами плюс 5-10. В Черкесии днём дожди. Ветер западный 5-10 метров в секунду, а столбик террометра поднимется до отметки плюс 15. Таковы некоторые события Республики. Информационный выпуск провела Рита Нерова. На правах рекламы С 29 октября по 4 декабря в Кисловодском цирке «Тайна пирата». Что можно сделать за 10 минут? Приготовить бутерброды, навести порядок на столе, ответить на рабочее письмо или принести хлеб и молоко бабушке по соседству. Это не тайм-менеджмент, это волонтёрство. Помогать пожилым людям продуктами и лекарствами – доброе дело. Но главное добро в этом деле – ты. Ты. Присоединяйся на добро.ру. 0+. Как не стать жертвой мошенников? Вам прислали ММС или ссылку с неизвестного номера. Не открывайте вложенные файлы, не переходите по ссылкам, удалите подозрительное сообщение. Не устанавливайте приложение из непроверенных источников. Пользуйтесь антивирусным программным обеспечением. Подключите бесплатную услугу StopContent. Если в отношении вас или ваших близких совершено преступление, незамедлительно обратитесь в полицию. Вы слушали Радио России, Карачаева, Черкесия. До новых встреч!